Началось. Правда, начало получилось каким-то вялым и не совсем пугающим. В Оренбурге в минувшие выходные и в начале этой недели первые паводковые проявления, которые можно назвать существенными. Однако никакого существенного ущерба или проблем людям они пока не принесли. В эфире Акценты дня в Виталий Дерябин. Здравствуйте. О скором начале паводка специалисты предупреждали еще в середине марта. Тогда считалось, что первые разливы последуют в последних его числах. Впрочем, погода с минусовыми температурами по ночам и около нулевыми днем держалась до середины прошлой недели, потому ничего не случилось. Только с потеплением прошлого четверга и пятницы и выходом среднесуточных температур в положительную зону паводок дал о себе знать. В первую очередь на западе и юго-западе области, где снегозапасы были больше, чем в других территориях, а потепление более резким. В субботу стало известно о подтоплении целого ряда низководных мостов в Первомайском, Курманаевском и Бузулукском районах. В те села, куда ведут дороги с низководными мостами, организуются маршруты объезда. Кроме того, в них создаются запасы продовольствия и медикаментов. А в Первомайском районе в случае необходимости спасатели готовы дать приют десяткам человек. Там находится у нас группировка 29 человек, 9 автомобилей специализированных. У них с собой 7 палаток, вместимостью палатки 30 местные на 200 человек, плюс автономное энергоснабжение, кухня и так далее. Хотя вряд ли это потребуется. Не успев толком начаться, паводковые проявления в Первомайке уже идут на спад. Уровень главной здешней водной артерии реки Чаган понижается, и спасатели планируют, что уже в конце недели все низководные мосты вновь выйдут на поверхность. Равно как исчезнут переливы талых вод через полотно автодорог. По состоянию на начало недели таких переливов было зафиксировано 12. Самый, пожалуй, серьезный в Курманаевском районе, где вешние воды затопили гравийную дорогу, ведущую в село Егоревка. Несколько десятков метров воды не позволяют проехать обычным автомобилем. Впрочем, в распоряжении группировки спасателей имеется спецтехника и плавсредства. А под Оренбургом в выходные традиционно затопило дорогу, ведущую на поселок Пруды. Однако уже в середине понедельника уровень перелива существенно упал. Так что наша съемочная группа форсировала эту водную преграду на редакционные легковушки, что называется, не замочив ног. Местные жители подтвердили, что вешние воды им мешали всего один день. В прошлом году разлив был хуже намного, опаснее намного. Недели две мы не ездили здесь вообще, было перекрыто все. Милиция стояла, ездили вокруг. Ну и что теперь? Ну, стихия есть стихия. Вообще крупные водные артерии Оренбуржья пока ведут себя спокойно. Урал, ледоход, на котором начался в субботу, поднимается незначительно. Сахмара тоже. Сброс воды с реклы стандартный. Там имеется значительный запас свободного объема для притока талых вод. Сложнее дела обстоят на втором по величине водохранилище области, Сорочинском. Вода в реку Самара, оттуда в водохранилище поступает с полей, северные склоны которых еще содержат большие снегозапасы. Такая версия подъема уровня реки была озвучена на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая констатировала приток вешних вод в ряд других рек Волжского бассейна, в частности, в реку Сорочка и подтопление по этой причине части села Кирсановка Тотского района. Информация о том, что уровень Самары повышается, весь понедельник поступала и из Новосельгевского района. Сюда отправлена оперативная группа тоже главного управления с беспилотным летательным аппаратом. Сейчас они будут проводить мониторинг, уточнять, может быть где-то случился затор. Однако позже при помощи беспилотников было установлено отсутствие ледяных заторов на Самаре. Так что версия о притоке в нее вешних вод с полей подтвердилась. Вечером понедельника вся информация, касающаяся паводка, была систематизирована и конкретизирована на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ее председатель, первый вице-губернатор Сергей Балыкин, заявил, что ситуация находится под контролем всех оперативных служб. Балыкин сообщил и о поступлении больших объемов талой воды Черновское водохранилище, что близ поселка Диметрово и Лекского района. Повышенный сброс продолжится и на Сорочинском. Если уровень воды будет более 650 уже сантиметров в районе Новосергиевки и подъем большой в Сорочинский, значит мы должны активнее сбрасывать воду в районе Сороческого водохранилища, но при этом сделать так, чтобы не были подтоплены часть Сорочинского, Тотского района. И уже во вторник утром поступила информация о подтоплении села Краснохолм и о временном отселении зоны подтопления местных жителей. Через село протекает река Черная, на которой выше по течению расположено Черновское водохранилище. Из-за резкого снеготаяния и поступления в него большого количества талых вод пришлось увеличивать сброс. На месте утром вторника были председатель КСЧС области Сергей Балыкин и исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС Александр Зинов. Позже обстановку изучил губернатор Юрий Берг. По последним данным, вода в селе пошла на спад. Мы следим за развитием ситуации. Это были акценты дня. Увидимся!